Елена Третьевна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы начинаем под такую приятную музыку на фоне. На самом деле, я довольно давно хотел сделать лекцию про общую теорию относительности, и когда я думал о том, что я буду рассказывать, я думал завалить всех людей тензерными вычислениями, потому что это прикольно, и это теория относительности. Но отчасти, потому что сейчас уже пятница вечер, и вы прослушали два выступления других людей, а отчасти, потому что я, по сути, почти не подготовился, сегодня будет немножко другой разговор про теорию относительности. Сегодня я буду заниматься спекуляцией. Я буду заниматься спекуляцией по вопросам... Кликер опять не работает. И кликер совершенно не работает. А у вас там копируется презентация. Потрясающе. Кликер заработал. Отлично. Заниматься спекуляцией по вопросам искусства. Для меня вопрос искусства и науки, он на самом деле стоит некоторым особняком, потому что я очень сильно люблю искусство, я очень сильно люблю науку, и я не особо сильно понимаю, можно ли считать одно другим, а другое первым. И для того, чтобы начать спекулировать на эту тему, для начала нужно дать какое-то определение искусства. Понятно, что определение искусства можно дать совершенно любое. И поэтому, если я занимаюсь спекуляцией, я возьму одно, которое мне больше всего нравится. Это определение восходит отчасти к христианской мифологии, и чаще всего оно звучит вот так. Креатио экс нихила. Это латынь. Я не знаю латынь, я просто заучил, как оно должно произноситься. Что в переводе означает создание чего-то из ничего. Вот в христианской мифологии считается, что Бог, он творец, он умеет создавать, он умеет творить. Бог создал человека по своему образу и подобию, поэтому человек тоже умеет творить. Вот создавать что-то из ничего. Но при этом ангелы, они не совсем как Бог, не совсем как люди. Они вот, например, творить не могут. И Люцифер, как падший ангел, он тоже не умеет творить, а он умеет создавать демонов, всего лишь переставляя местами отдельные элементы. И больше ничего не может. Вот для христианской мифологии это была очень важная проблема. И мне кажется, что искусство должно определяться именно вот таким вот образом. Искусство – это создание чего-то нового, по сути, из ничего. Но также есть одна вещь, которую я хочу добавить в это определение уже совсем из себя. Искусство – это что-то, что еще вдобавок наделено смыслом. То есть, если мы видим что-то, созданное из ничего, и в этом совсем нет смысла, вот я не буду называть это искусством. Поэтому смысл – это важная часть искусства вот в моей такой топике. Теперь давайте подумаем. Есть ли какая-то аналогия в науке для создания чего-то из ничего? Вот для этого креацию экс-нихела. Кто может предположить? Выращивание кристалла из некристалла. Ну, смотрите, все-таки не кристаллы – это тоже что-то. Вот. На самом деле, есть в науке одна ее часть, которая очень похожа на вот это вот самое создание чего-то из ничего. Это математика. Потому что математика, по сути, она апеллирует тем, что люди выдумывали сами это абсолютно абстрактная наука. И всякие разные математические законы, математические вычисления, они, математические теории, они изначально не имеют под собой никакого практического применения. А со смыслом немножко попроще, потому что за смысл можно вполне спокойно отвечать физика. Что это значит? Это значит, что физика может брать какие-то математические теории, которые изначально ничего из себя не представляли реального, и делать с ними что-то благодаря чему у них появлялся какой-то физический смысл. И на самом деле примеров слияния вот таким вот образом математики и физики их очень много. Один из моих любимых примеров – это преобразование Фурье. Фурье жил в каких-то дико бородатых годах, и вот он создал преобразование, которое говорит о том, что любая сложная периодическая функция может быть разложена на ряд синусоидов и синусоидов. Вот очень-очень важно, абсолютно бессмысленно было в тот момент, когда он это сделал. Через много-много лет выяснилось, что свет именно так взаимодействует с веществом, раскладывая любую границу между веществом и другим веществом вот в такой вот ряд синусоидов и синусоидов, и взаимодействует с ними по отдельности. И таким образом математика и физика стали свой единый. Но мы сегодня будем говорить о несколько более сложных вещах, а именно об общей теории относительности. Для начала, так, пару минут про общую теорию относительности совсем уж так по коршкам. Нужно сказать, что общая теория относительности – это не совсем теория относительности. Все вы знаете, что, надеюсь, все вы знаете, что до общей теории относительности Эйнштейн вывел так называемую специальную теорию относительности. Вот специальная теория относительности, она и правда про относительность. Она говорит нам о том, что все законы, они работают одинаково в любой инерциальной системе отчета, мы об этом поговорим чуть позже, и это означает, что, в общем-то, нет никакого абсолюта в нашей Вселенной, все относительно. Общая же теория относительности, она как бы расширяет тестовое, она продолжает специально, но при этом исследует совершенно другую проблему. Она исследует проблему гравитации. Да, кстати говоря, вот всем известна теория относительности по этой форме. Кто может сказать, что она относится к общей или специальной теории относительности? Никто не знает? Ладно, она относится к специальной теории относительности на самом деле. Вот, в общей теории относительности там ей нет места. В общем, кстати говоря, довольно странно на самом деле, что именно эта формула, она у всех на виду, когда говорят про теорию относительности, но, опять же, мы сегодня будем говорить больше про общую. Так вот, как я уже сказал, специальная теория относительности, она реальная про относительность. Общая теория относительности, она скорее про гравитацию. И на самом деле, что объединяет вот эти две теории, кроме Эйнштейна, их еще объединяет Ньютон. Потому что Ньютон занимался как вопросами относительности, так и вопросами гравитации. И, по сути, что в одном, что в другом, Эйнштейну приходилось бороться именно с Ньютоном. Мы будем говорить, опять же, об общей теории относительности, но, поскольку общая продолжает специальную, нам нужно быстренько-быстренько коснуться специальной теории относительности. Вот совсем так. На пять минут. Итак, для начала нужно сказать, что принцип относительности, он был известен очень давно, и он на самом деле Эйнштейном, но Эйнштейн его не изменил. Его изначально вывел в Галиле, а потом развил Ньютон. Звучит он следующим образом. Все физические законы работают абсолютно одинаково в любой инерциальной системе отсчета. Это довольно сложно. Инерциальная система отсчета – это такая, которая либо стоит на месте, либо движется прямолинейно и равномерно. То есть по инерции. Это тоже довольно сложно. Поэтому давайте я проиллюстрирую на очень простом примере. У нас есть человек. У человека есть мяч. Человек бросает мяч. Мяч куда-то летит. И поскольку мы умные люди, мы знаем законы физики, то мы можем рассчитать траекторию полета этого мяча. Здесь все пока понятно. Отлично. Теперь мы сажаем человека с мячом в машину. И машина будет ехать вперед прямолинейно и равномерно. И вот когда человек, находясь в машине, бросил этот мяч, мяч полетит по той же траектории, что и если бы человек стоял на месте. Вот это вот на самом деле и есть принцип относительности. И об этом говорит теория относительности. Когда мы перемещаем себя или какой-то эксперимент в другую систему отчета, но она движется прямолинейно и равномерно, физические законы там будут работать точно так же. Из этого есть одно очень важное следствие. Если мы возьмем и закроем человека с мячом в кузове, ну каким-то непроницаемым панцирем без окон, то вот что бы он там ни делал, внутри этого кузова, он никогда не сможет ответить на вопрос, стоит этот грузовик или едет. Ну понятно, мы говорим о некой идеализированной системе, мы не говорим о наших российских дорогах и так далее, но в общем и целом, если грузовик двигается прямолинейно и равномерно, или если он стоит, человек внутри не будет ощущать никакой разницы. И какие бы эксперименты даже самыми точными бы не ставил, он не сможет ответить на этот вопрос. Вот это очень важно, это будет важно дальше для понимания общей теории относительности. Пожалуйста, вот запомните это. Если говорить обо всем этом чуть более научно, мы можем представить себе, что система отчета Земли — это вот х, система отчета внутри грузовика — это х-стрих, и для того, чтобы нам правильно рассчитать траекторию полета мяча, нам нужно просто применить некоторые преобразования координатами. Для координат они выглядят вот так вот, то есть х равно х-стрих плюс скорость умноженная на время, суперлегко, для времени — время просто время. Ну вот это вот паникулы так было. И так было на самом деле 250 лет, все было замечательно, все очень сильно радовались, ньютоновская механика была просто потрясающая в топе. Но потом пришел некто Максов, и в 1861 году он вывел свою электромагнитную теорию света. Мы сейчас, опять же, не будем ее разбирать, потому что это очень жесткая штука, но мы поговорим о двух основных выводах, выводах из этой теории. Прежде всего, эта теория говорила о том, что скорость света есть константа, то есть свет не может двигаться быстрее какой-то скорости, вообще и ничто не может двигаться быстрее, чем какая-то определенная скорость, в которой есть скорость света. Это не очень хорошо с точки зрения теории относительности, потому что, если, например, свет двигается, условно говоря, 20 км в час, а мы идем 5 км в час, то когда мы идем, свет будет двигаться 15 км в час, и уже все, уже мы можем понять, что мы движемся. И вторая не очень приятная вещь заключалась в том, что при применении вот этих вот перестановок Ньютона, координат, уравнения Максу меняли свой вид. И это означало, что физические законы, они изменяются при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую. Это была та самая проблема, с которой справлялась специальная теория относительности. Что она сделала? Специальная теория относительности просто сказала, окей, у Максула хорошая теория, у Ньютона хороший принцип относительности его механика, но вот сами преобразования, сами формулы преобразования, их нужно доработать. И появились вот такие формулы преобразования для координаты и для времени. Опять же, сейчас мы не будем их прямо так полностью анализировать, но чуть-чуть все-таки придется. Попрошу вас немножко потерпеть. Прежде всего, если мы делаем скорость, с которой мы движемся, очень-очень маленькой, прямо супермаленькой, то в таком случае в знаменателе везде у нас знаменатель вырождается в единицу, и мы получаем, по сути, те самые Ньютоновские преобразования, о которых мы говорили раньше. То есть здесь эта теория полностью совпадает с Ньютоновской механики. Также эта теория учитывает то, что свет движется с постоянной скоростью в вакууме, и ничто не может двигаться со скоростью больше, чем свет. То есть тоже хорошо. И что самое интересное, здесь в формуле для преобразования координаты есть время, в формуле для преобразования времени есть координаты. Это довольно странно, потому что это означает, что координаты и время становятся связаны друг с другом. И это был очень серьезный шаг в специальной теории относительности, потому что она дала понять, что пространство и время, они едины, что есть некая ткань пространства-времени, и мы не можем их отделять друг от друга. Мы можем рассматривать их только в совокупности. Это время как четвертая координата. И вот теперь будет чуть-чуть сложно, потому что мы попробуем понять, что же такое единство пространства-времени. Нарисуем график, где на оси абсцисс у нас будет пространство, одна координата, х, а на оси ординат время. Только не в секундах, а это время умноженное на скорость света. Там получается, что секунды донажаются на метр в секунду, получаем такие же метры. Ну, как бы, все зашибись. Здесь метр, здесь метр. И мы прочертим сейчас две линии ровно по диагоналям. Эти линии, так называемый, световой конус, потому что это линии, по которым идет свет, потому что у него скорость света, вот он движется по этим самым линиям. Что интересно во всей вот этой вот геометрии? Мне интересно, во-первых, то, что у нас четко есть некая область, которая отвечает за прошлое, это нижняя часть конуса, верхняя часть конуса отвечает за будущее. А вот что справляется слева, никто до сих пор не знает. Ну да ладно. Есть еще некоторые важные вещи. Когда мы говорим о обычной геометрии, об эфклидовой, у нас есть расстояние, которое считается как сумма квадратов и квадратный корень из этого. Здесь же мы про расстояние говорить не можем, мы можем говорить про интервал, поскольку есть еще и время. И интервал считается несколько иначе. Вот посмотрите, здесь под корнем стоит не плюс, а минус. Это так называемая знакопеременная геометрия. Также у нас есть такая штука, как событие. Вот точка А здесь — это событие. То есть в обычной геометрии это была бы точка, а здесь это будет событие. И, например, мы хотим вычтить интервал между двумя событиями, событием О и событием Б. И если мы его посчитаем вот по этой формуле, он будет равен нулю. Хотя они находятся в разных местах, но поскольку они лежат на световом конусе, эти события происходят одновременно. Вот в такой вот геометрии. Эта геометрия называется геометрией Меньковского. И на самом деле целых 10 лет научное сообщество было уверено, что мы живем в геометрии Меньковского, а не в геометрии Фрида. Через 10 лет вышла общая теория относительности, и мы все стали жить в геометрии Лобачевского. Об этом уж и дальше. Так вот, отсюда мы должны запомнить, что пространство и время представляют собой некую единую ткань, и геометрия, в которой они существуют друг с другом, она отличается от той геометрии, к которой мы все привыкли. Она работает немножко по-другому. Окей, теперь переходим к общей теории относительности и переходим к гравитации, к проблеме гравитации. Дело в том, что гравитация на самом деле это вещь довольно странная, довольно непонятная. И в общем-то, когда Ньютон с ней разобрался, все выдохнули. Потому что он выдохнул какую-то формулу, она работала, и все, оставим это в покое. Но гравитация, вот именно Ньютоновская гравитация, никаким образом не согласовывалась со специальной теорией относительности. Почему? Во-первых, по Ньютону гравитация действует мгновенно. То есть вот у нас есть два тела, и они действуют друг на друга одновременно, сразу же, без какой-либо временной задержки. А по Эйнштейну, по специальной теории относительности, у нас есть некая максимальная скорость взаимодействия, которая равна скорости света. Затем нужно сказать, что если мы находимся в гравитационном поле, то это уже будет не инерциальная система отсчета. И для этого гравитационного поля у нас вот эти вот перестановки, которые выбил Лоренс и потом Эйнштейн, они перестают работать. И это, в общем-то, ну плохо, потому что непонятно, как вписать гравитацию в теорию относительности. И еще один важный момент. Гравитация, она является силой, которая пропорциональна массе. У света, как мы знаем, нет массы, и поэтому гравитация, ньютоновская гравитация, не действует на свет. А если она не действует на свет, то рушится один очень важный закон, который называется закон сохранения импульса. Ну, то есть, в общем, ньютоновская гравитация, она была хороша, но теперь с ней должно что-то произойти, произойти какие-то перемены. Давайте посмотрим чуть поближе ньютоновскую гравитацию, чтобы понять, что с ней можно сделать. Вот у нас есть какое-то массивное тело с массой М1. И пока оно одно, у нас никакой гравитации, никакой силы нет. Но вот появляется другое тело с массой М2, и появляется сила. Причем сила появляется как у одного тела, так и у другого тела. И действуют они друг навстречу другу. И на самом деле мы даже можем рассчитать эту силу. Формула довольно простая, я как раз таки выбил ньютон. Это некая гравитационная постоянная G на массу обоих тел и на расстояние в квадрате между ними. Все довольно просто, и самое главное – это работа. Но здесь есть определенная загвоздка. Загвоздка заключается вот в чем. Давайте мы вспомним о том, что такое просто сила. Вот не гравитация, которая – сила, но странная, а обычная сила. Вот у нас есть опять же какой-то массивный объект с массой М1. И мы действуем на него какой-то силой. Например, F1. Но что будет этот объект делать? Он будет двигаться, правильно? Причем если мы действуем постоянно с этой силой, то он будет двигаться с ускорением. С каким-то ускорением А1. И у нас есть объект меньше массы М2. Мы действуем на него такой же силой F1, но поскольку у него масса меньше, он будет ускоряться быстрее. Его ускорение будет равно А2. И есть очень простая формула для того, чтобы узнать ускорение в зависимости от силы от массы. Выглядит оно вот так вот, супер просто. F равно М2. И вот М, масса тела, это довольно важная и интересная штука в физике, потому что она отвечает за инерцию. Инерция — это противодействие массивного объекта, воздействующего на него силе. Это очень странная штука, и физики до сих пор на самом деле толком не понимают, откуда берется инерция и что она значит. Но суть в чем? Суть в том, что массивный объект, он сопротивляется воздействию силы, и чем более массивный, тем он лучше сопротивляется этому воздействию. Поэтому у более массивных объектов с той же силы ускорение меньше, у менее массивных объектов с той же силы ускорение больше. Ну то есть все вроде бы понятно и очевидно, все хорошо. А вот теперь давайте посмотрим, в чем странность вот этой вот силы гравитации. Мы опять же берем наши вот эти вот две, значит, два массивных тела, которые действуют друг на друга. Они действуют вот с такой вот силой. И я очень хочу узнать ускорение А2, с которым движется тело с массой М2. Ну, у меня есть формула. F равно М2 на А2. Мы, значит, туда закидываем F, получаем вот такую формулу. А2, гравитационная, постоянная, М1, М2 в числителе, Р квадратное, М2 в знаменателе. Смотрите, масса вот этого объекта, этого тела, есть и в числителе, и в знаменателе. Это означает, что мы можем ее сократить. Правильно? А теперь смотрите, какая интересная штука. Мы хотим узнать ускорение тела М2, и его ускорение не зависит от его массы. То есть, в силе гравитации и попросту приварит на массу. Я понимаю, наверное, звучит не очень странно, да, но давайте попробуем сделать некий опыт. Вот если действительно ускорение гравитационного приварит на массу, что это означает? Это означает, что мы можем взять одно тело с маленькой массой и другое тело с большой массой. Отпустите их, и они должны упасть на землю одновременно. Вот давайте попробуем сейчас это сделать. Значит, у меня есть прекрасная помощница, которая поддержит мне микрофон, пока я буду это делать. Итак, у меня есть два массивных объекта. Один — это молоток, а второй — это перышко. Для того, чтобы не проломить пол, мы, в общем, используем вот такие вот картоночки. Но если теория Ньютона, она верна, то это означает, что молоток и перышко должны упасть на пол в одно и то же время. Вопрос, почему нет? Почему не очень получилось? Да, сопротивление воздуха, действительно. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он с точки зрения физиков несовершенен. Но мы можем, например, посмотреть на совершенный мир. Где мы это можем сделать? Мы это можем сделать в вакууме. А где есть вакуум? Вакуум есть, например, в космосе. И в 70-х годах, когда в Америке ввели программу «Аполлон», на «Аполлон-11», космонавты взяли с собой молоток и перышко. И они попробовали сделать этот эксперимент. И сейчас еще одна моя приятная помощница, Нина, она включит видео с этим экспериментом. Можно включить громкость побольше, а они скажут все сами. Чего там делать? В левой руке у меня перышко, в правой руке у меня молоток. Причина, по которой мы попали сюда, такова. Некоторые галилеи давным-давно сделали 6-3 насчет того, что галлютационное поле протягивает паращие объекты. И мы решили, ну где еще будет лучшее место, чтобы подтвердить его гениального галилеи, чем здесь, на луле. Поэтому мы решили попробовать это для вас. Если все в порядке, насколько я понимаю, герои на том, что летят до поверхности с одинаковой скоростью упадут в одно и то же время. Ура! Действительно, Галилей был прав. Гениальный человек. Спасибо большое. Думаю, где дальше можно выключать. Действительно, гениальный человек был Галилей, но затем пришли еще другие гениальные люди, о которых мы сейчас поговорим. Итак, гравитация действительно плевает на массу. И вот это очень странно, потому что силе в принципе не плевает на массу. И в этот момент приходит человек, которого мы очень долго ждали. Его зовут Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн действительно очень долго интересовал вопросом, почему же происходит так, как оно происходит. И у него в голове родилась мысль, которая на тот момент была не просто революционная, она была какой-то совершенно... В общем, очень мало людей могло даже хоть как-то понять, что он имеет в виду. А Эйнштейн сказал, что Эйнштейн спросил, а является ли действительно гравитация силой. Потому что, ну, она не похожа на силу. Так может быть, силы там никакой и нет, на самом-то деле. И для того, чтобы понять, что он имел в виду, нам нужно влезть в его голову. Зарисовка номер один – мысль Эйнштейна. Мысль Эйнштейна первая, очень-очень простая. У нас, мы знаем, что движение объектов в гравитационном поле не зависит от массы. А Эйнштейн знал, как и все другие физики, что есть всего одно движение, которое не зависит от массы. Это инерциальное движение, движение тела по инерции. Вот как тела движутся, так они и движутся, это от массы не зависит. Из чего Эйнштейн делает просто потрясающий вывод. Гравитационное движение инерциальное. А напоминаю вам, что инерциальное движение – то, которое движется прямолинейно и равномерно. Вот Эйнштейн говорит, что, значит, гравитационное движение – это движение прямолинейно и равномерно. В этот момент люди перестали его понимать. Для того, чтобы хоть как-то объяснить людям, что он имеет в виду, Эйнштейн показал, ну, я показал вместе с ним вторую зарисовку, которая называется Эйнштейн и лифт. Мы разделяем экран на две половины, и на одной половине у нас будет космос, красивый и со звездочками, а на второй половине – Земля, которая притягивает к себе объект. И что в космосе, что на Земле, есть лифт. И в лифте есть Эйнштейн. Теперь давайте проделаем два очень простых эксперимента. Представим себе сейчас, что мы перерезаем канат, который держит лифт, и лифт начинает падать на Землю с ускорением свободного падения. Что в этот момент чувствует Эйнштейн? Невесомость. Да, он чувствует абсолютную невесомость. А теперь скажите мне, а что чувствует Эйнштейн в лифте, который находится в космосе далеко-далеко от любых гравитирующих тел? Такую же невесомость. А теперь возвращаемся к принципу относительности. Эйнштейн очень долго думал об этом, и он понял, что в данном случае нельзя точно сказать, стоит лифт сейчас или падает. Мы не можем отличить две этих ситуации друг от друга. Лифт может как стоять в открытом космосе, так и падать на Земле. И разницы не будет абсолютно никакой. Теперь рассмотрим второй случай. Второй случай заключается в том, что в космосе мы начали тянуть лифт наверх с ускорением А. Ну, и Эйнштейн встал на место. Он почувствовал некоторую силу, которая притягивает его к Земле. И, собственно говоря, на Земле этот случай будет полностью соответствовать случаю, когда лифт просто стоит и не движется. Вот когда он на канате и никуда не едет, ни вверх, ни вниз. И вот эти два случая, они тоже не отличимы друг от друга. И здесь Эйнштейн в лифте тоже не может сказать, стоит лифт или поднимается. А когда мы не можем сказать, ну, стоим или едем, это означает, что мы на самом деле находимся в обеих случаях в инерциальных системах отсчета. И это опять же говорит о том, что гравитационное движение инерциальное. Но инерциальное движение — это движение прямолинейное и равномерное. И вот в этот момент все здравомыслящие люди сказали «стоп». Им дальше стало совсем тяжело, потому что, ну, давайте еще один эксперимент. У нас есть некий предмет. Я не буду больше кидать молоток, поэтому пусто будет скотч. И вот мы сейчас хотим этот предмет, опять же, отпустить, чтобы он упал на Землю, и посмотреть траекторию его движения. Траекторию в пространстве времени, естественно. У него есть некая начальная точка, Y нулевое, T нулевое. Мы его отпускаем. Оно падает. Причем падает, ну, с проходом какого-то времени. И оказывается в точке Y1,5. И если посмотреть на траекторию падения, она будет вот такая. Ну, падение же с ускорением, поэтому сначала падает с маленькой скоростью, а потом скорость увеличивается, увеличивается, увеличивается. Так вот, Эйнштейн говорит, что вот это прямолинейное и равномерное движение. Вот это вот прямолинейное и равномерное движение. И вот, как бы здесь, как раз-таки, начинается искусство. Дело в том, что до Эйнштейна, до Ньютона, до всяческих других людей, до очень-очень большого количества умных людей, жил такой древний грек Эвкрит. Эвкрит известен многим, но в частности он известен тем, что он является создателем практически всей нашей стандартной геометрии. И Эвкрит создал геометрию на основании так называемого аксиоматического метода. Что такое аксиоматический метод? Это когда вы выдвигаете определенные высказывания и постулируете, что они правомерны. Вот что это так и есть, и что это не требует доказательств. Это называется аксиомат. Вот. Вы набираете несколько таких аксиом. И как только вы их набрали достаточно, то дальше у вас как бы появляется некая полная система, в которой вы, ну, которая работает хорошо и согласованно. Если у вас с аксиомами нет никаких бед. Вот. Ну, собственно говоря, аксиомы бывают очень простые. Там, например, прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками. Или, например, там, окружность – это множество точек, находящиеся на одном расстоянии от какой-то другой точки. А пока сложная. Вот мы сейчас поговорим о сложной. Сложная – это так называемый пятый постулат или пятая аксиома. Это аксиома о параллельных прямых. Звучит она следующим образом. У нас есть прямая, есть некая точка, находящаяся вне этой прямой. И пятый постулат говорит о том, что через эту точку мы можем провести всего одну прямую, которая будет параллельно изначально прямой. И только одна. Только одна. И почему-то вот именно этот пятый постулат, он казался очень ненативным для математиков. Ну, почему только одна? Почему не десять? Почему не миллион? Почему не ноль? И очень долгое время математики ломали голову над этим. И более того, ну, чтобы десять математиков сошло с ума. Я причем абсолютно реально говорю об этом. Эта аксиома казалась не очень понятной, и поэтому ее пытались доказать, как теорему, и ни у кого ничего не получалось. При этом, если мы от этой аксиомы избавляемся, то вся эвклидовая геометрия, она рушится. Причем рушится сразу. Например, если у нас нет пятого постулата, то сумма углов треугольника не будет равна 180 градусов. Если не будет пятого постулата, то не будут работать формулы синусов и косинусов. Ну, то есть все. Геометрия рушится вся. И вся насижность оказалась вот на этом пятом постулате. И, ну, с ним были действительно большие проблемы. Никто не понимал, что с ним делать. Пока в какой-то момент на нашей родной земле не появился ученый по фамилии Лобачевский. Что сделал Лобачевский? Здесь довольно сложно. Лобачевский сказал, что пятый постулат, ну, не то чтобы не верен, но он от него отказался. Он от него отказался, и взамен ему он предложил новый постулат. Вот такой. Опять же, у нас есть прямая точка, но теперь мы можем провести как минимум две других прямых, которые не будут пересекаться с первой прямой. Ну, то есть будут параллельны. И здесь важный момент. По Лобачевскому вот эта зеленая линия тоже прямая. Вот в геометрии Лобачевского и по его пятой аксёре, вот эта вот зеленая странная линия тоже прямая. Теперь вопрос. Как такое может быть? Как кривое. Да. Именно. Когда кривое пространство. Есть на самом деле один довольно простой способ это показать, хотя и не очень нативный. Вот у меня есть лист бумаги. Всем уверен, да? И видно ли вам, что здесь начерчена прямая линия? Она абсолютно прямая, да? Теперь смотрите. Мы берем и делаем из этого листа бумаги конус. И вот, например, здесь мы видим, что линия более-менее прямая. Когда мы конус поворачиваем, мы видим, что линия начинает уходить вниз. Но при этом это до сих пор прямая. Это прямая, но выглядит она иногда не как прямая. Она может выглядеть так, тогда, когда у нас пространство действительно кривое. На самом деле есть гораздо более простой способ это еще показать. Это можно сделать на карте мира. Вот скажите, пожалуйста, есть ли среди вас люди, которые летали в Америку? Можно руки поднять. А есть ли кто-то, кто летал в Америку? Сейчас будет сложно. На западной бережне без пересадок. В Москве-Лос-Анджелесе. Была раньше компания TransAero, которая у некоторых были очень дешевые билеты в Москве-Лос-Анджелесе. Там есть довольно странная штука. Вот здесь Москва, здесь Лос-Анджелес. Казалось бы, прямой путь от Москвы до Лос-Анджелеса, он вот такой. Он немножко на юг, через Европу, через Атлантику и потом вот в Лос-Анджелес. Но почему-то самолеты летают вот так. Вопрос, почему они так летают? Конечно, потому что наша земля, она не полоская. Наша земля – это шар. У меня даже есть глобус, но он сломался сегодня как-то. Я приходил сюда, его уронил, он сломался. Но суть в том, что на самом деле более прямая линия до, ну, меньшее расстояние от Москвы до Лос-Анджелеса через Северный полюс. Как бы это странным ни казалось. Именно потому, что мы живем не на плоскости, а на неком искривленном пространстве. И вот для того, чтобы эта странная штука была прямой, нам нужно, чтобы пространство было искривлено. Собственно говоря, Эйнштейн взял свое предположение о том, что движение в гравитационном поле прямолинейное и равномерное, и взял геометрию Лобачевского, которая говорит о том, что вот такая вот кривая линия может быть прямой, если пространство искривлено. И соединил их вместе. И сказал, окей, нам нужно, чтобы это движение было прямолинейным и равномерным, значит пространство искривлено. Но не просто пространство, а пространство-время, потому что, ну, мы говорили, они едины. Более того, мы знаем, что силы гравитации, ну, гравитационные взаимодействия, они пропорциональны массе, то есть чем больше масса, тем сильнее гравитация. Поэтому окончательный вердикт Эйнштейна был в том, что гравитация — это не сила, а свойство пространства-времени искривляться под воздействием массы. То есть на самом деле никакой силы нет. На самом деле нас притягивает к Земле по инерции. Просто потому, что пространство-время настолько сильно искривлено. Вот для того, чтобы Эйнштейну вывести это, ему потребовалось, ну, совершенно вроде бы неосязаемое и ненужное на то время геометрия Лопачевского, а позже Рима. Которых в свое время ученые обсмеивали, потому что говорили, что, ну, вот то, что они вывели, да, их геометрия не связана с реальностью никаким образом. А потом оказалось, что это та самая реальность, в которой, собственно, мы и живем. Собственно, о гравитации и общей теории относительности можно говорить бесконечно много, потому как можно еще говорить про черные дыры, можно говорить про гравитационные волны, можно говорить про проблемы теории относительности, их несостыковка с квантовой механикой или несостыковка с законом сохранения энергии. Но мало времени, я наверняка уже даже выбился, поэтому делать я этого не буду. Однако, если вы хотите задать вопрос, то, пожалуйста, вот он, список. Как я уже говорил, сегодня у нас, ну, спекуляция. Спекуляция по вопросу может у наука быть искусственной. Ну, вроде бы, да, по таким формальным признакам, для меня же, креация экс-нихела, значит, здесь смысл вроде бы, да, оно все есть. С другой стороны, ну, непонятно. Мне, например, не очень хочется смешивать две этих вещи. Все-таки наука такая чистая, да, наука, она занимается познанием мира. Я вот назвал лекцию «Искусство познания». Вряд ли познанием может быть искусство. Познание – это что-то, что мы пытаемся узнать. Познание скорее похоже на, ну, не знаю, работу искусствовета, которая пытается расшифровать некое произведение искусства, а не создать новое. С другой стороны, для меня, например, важно, что искусство, оно способно, ну, как-то по-другому показать мне мир. И такие теории, как теория относительности, квантовая механика, они на самом деле имеют возможность, ну, просто перевернуть видение мира для какого-то отдельного человека, как, например, для меня. И поэтому, отвечая на вопрос, является ли наука искусством, может ли она являться искусством, ну, я для себя сформулировал ответ так, что никто не знает, но и кому какое дело. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ